всем привет давайте рассмотрим еще возможности shadow box давайте вот откроем shadow box tools отключим ликбокс нажмем make polymesh вот такой у нас бокс появляется и давайте посмотрим что можно с ним делать откроем трансформацию нажмем кнопку активацию симметрии вот она кнопка transform находится отключаем x так включаем радиацию включаем z симметрию z ось отключаем x и вот такой у нас получается видите теперь вот этот полозок вот этот полозок он делает больше точек видите и давайте посмотрим что можно с этим сделать уменьшим наш полозок нажимаем control удерживаем вот так у нас получается уменьшим еще сделаем вот так вот еще уменьшим чуть-чуть давайте уменьшим количество радиоклоу вот этот и теперь зажимаем и рисуем вот такую фишку вот такое кольцо у нас получилось давайте еще уменьшим драфт сделаем больше точек вот так вот зажимаем вот так вот рисуем вот так вот рисуем высоко взял давайте давайте не хватает у меня бокса не беда давайте сделаем другой узор уменьшим радиоконт этот и зажмем и вот такой вот так вот еще делаем красиво получилось давайте теперь уменьшим количество точек и теперь зажмем control alt и нарисуем вот по этой поверхности сотрем некоторые детали вот такой у нас получилось давайте сделаем еще меньше и проделаем тут ту же операцию вот так вот сделаем вот что-то такое у нас получилось давайте теперь это центральное кольцо соединим побольше точек сделаем здесь еще уменьшим вот запоминайте где находится визуально я не знаю как их там еще называть и вот так вот соединим вот такой узор у нас получился здесь можно еще больше прорезать наверно кое-где так сделаем точками вот такой узор у нас получился давайте теперь уберем shadow box это геометрия вот она кнопка shadow box мы его отключаем вот такое у нас дело получилось и давайте теперь попробуем его наложить на сферу допустим откроем sub tool а сначала откроем сферу вот возьмем сферу теперь добавим ее как sub tool сделаем ее прозрачной вот такое у нас получилось давайте теперь развернем можно кстати вот так и делать вот такую можно делать по сфере ну нам это не надо давайте мы посмотрим первое одно как делается так давайте откроем сферу так это вот так у нас будет откроем ротацию что она не хочет у нас двигаться появились полосы какие-то появились полосы какие-то и теперь открываем перо сейчас я вам покажу так вот вот это перо матчмейкер матчмейкер и вот теперь смотрите что делаем отключаем симметрию ставим побольше полосок выравниваем и делаем вот так вот вот она изгибается вот это вот все что получается неправильно делом надо от середины вести давайте попробуем по новой вот так на середину ставите вот так заполняете что у нас получилось опять печально все давайте попробуем по-другому выравниваем выравниваем надо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кнопками подкорректировать, сделать... Давайте теперь вернёмся на исходную... И попробуем импортировать её... В скульптуре... Посмотрим, как она там... Себя поведёт... Охраняем... Открываем скульптурис... И попробуем импортировать это... Изделие... В него... Вот Shadowbox... New Scene... Примет... Нет, не знаю... Нет, не принимает... Слишком много... Прямых линий там... Или как это называется... По-научному... Давайте ещё попробуем... Симметрией... Нет, не хочет её принимать... Надо её там доработать... В ZBrush... Слишком много прямых... Посмотреть сетку... Давайте попробуем её сейчас... Продивайдить... Динамеш с неё сделаем... Немного выгладим... Давайте теперь попробуем... Сохранить опять же... И отправить её в скульптурис... На этом всё... Возвращаемся от неё кольку... Улимём... Немного выгладём... Улимём... Нёмного... Не мало- Улимём... Твоё... Улимём... 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 Влимём... Придем... вот мы опять пытаемся загрузить скульптрис после дайна мышь продевай деле не знаю примет нет опять нет будем на эту тему думать в следующем видео найду как ее обработать и закинуть чтобы работать с ней скульптрис все всем до свидания